всем привет меня зовут виктор и сегодняшняя тема сколько можно заработать за три месяца в чехии соответственно хочу сразу предупредить что это просто такой разговор а числа и суммы вы уже посчитаете сами итак начинаем беженый прогрет первое что вам понадобится это это виза или документы или страховка и к вид 19 это значит вы узнаете фирму через какую хотите ехать сделайте страховку вам там посоветует что вам нужно с собой взять там кастрюлю посуду и так далее все необходимое плюс посоветует тоже что вам нужно сделать с к видом или сделать очкование или писью артесты или просто тест потом вы следующее что сделаете дорога дорога соответственно у всех разная в чехию и я округлил ее за 60 70 долларов соответственно это цены все примерные и вы сами решите сколько и какая у вас дорога и сколько вы хотите потратить следующая тема лекарства это очень важно не забудьте взять с собой что-нибудь какие-то лекарства на всякий случай против температуры кашля и так далее дальше в этих 50 евро за лекарства я дал также продукты на первое время когда вы приедете на тех пару дней как вы сюда приедете чтобы вы сразу не бегали по магазинам с голодными глазами поэтому это все 50 евро жилье как вы сюда приедете жилье вам может обеспечить и обеспечит фирма через какое вы приезжаете будет стоить эту примерную сумму или есть фирме которые еще дешевле надо будет заплатить и они вам больше приспевают за жилье чем меньше вы заплатите тем для вас лучше больше ушей трите и заработайте следующее питание питание на месяц я дал 150 евро соответственно как бы мне кажется что это много но на вкус и цвет товарищей нету и вы можно захочете зайти на пиво или куда-то пройти и так далее как бы питание то я округлил плюс захочете куда-то зайти что-то посмотреть достопримечательности какие-то мороженое купить или еще что-нибудь поэтому как бы закруглил на 150 евро такое самое необходимое дальше я вещь работа для которой вы сюда и приехали что надо первое хочу сразу сказать работа здесь есть и очень много но по закону вы не имеете права в течение месяца а про отработать больше чем 40 часов при часы это значит у вас работа будет в первом виде после договора или как вы договоритесь с агентурой в первом виде так то работа на 8 часов плюс обед от подсчитается 30 минут и того вы отработая 7 часов 30 заработаете подле того тарифа какой вы договоритесь зарплата здесь для агентурников погибует примерно от 100 корун до 170 поэтому как вы договоритесь так вот так вот и посчитайте вот один день за 8 часов работы вы заработаете столько-то соответственно один месяц это 22 рабочих дня то вы можете тоже посчитать также можно работать 12 часов где вам за обед отпишут 1 час и того у вас получится рабу отработанных 11 часов если мы это все посчитаем уже дальше то увидим один день 8 часов отработанных пишется вам 7 часов 30 минут 1 час работает плюс минус 110 корон и того вы заработаете за день 825 корон суббота я не считал пока место вы сами потом присчитаете или как получится так также вы можете отработать 22 рабочих дня за этих 825 корон за день у вас получится 18 тысяч 150 корон без выходных без субботы следующая 1 день 12 часов вам посчитает 11 часов за отработанный 1 час вы достанете 110 корон и того у вас на день выходит 122 1210 корон за 22 дня отработанных вы получите 26620 без выходных без субботы одну субботу также можете посчитать как рабочий день соответственно 8 часов 7 часов 30 минут отработанных 825 корон если вы отработаете 4 субботы за таких подминок то достанете на вид еще 3300 корон соответственно если одну субботу вы отработаете с договором на 12 часов это 11 часов вам заплатят достанете за то 1210 корон на один день 4 дня делает вам 4840 корон ну и того минимум посчитайте сами все сколько вы сможете заработать ну а максимум если как видно с моего вот этого монограмму то видно шум максимум можете достать тридцать одну тысячу четыреста шестьдесят этого посчитал сразу с субботами так здесь вот примерно вот написал что за один час вы можете достать от 100 корон до 170 корон это уже были договора и какая агентура что вам как предлагает на сегодняшний день курс евро 26 корон я округлил она там 2580 но округлил на 26 корон так всем удобнее и мне так теперь вы отработали и собираетесь ехать домой соответственно вы хотите какие-то подарки купить это снова в минус 100 евро подарки покупает каждый разный по-своему смотря что кому как хочется ну и соответственно дорога обратно тоже позначил 60 70 евро то вы уже сами посчитаете что и как и куда главное для вас вот эта вот работа будьте осторожны никуда не влазите давайте позор на ковид также я вам приготовил такую бумагу это один знакомый который здесь в чехии работает вот это его как бы процовный лист сколько он приходил один день вот отработал 11 часов и так далее и так далее и так далее и так далее ну и за 21 смену то идет видно он отработал на 279 часов 30 минут это вам в конце месяца каждая фирма как бы вы да сколько вы отработали и так далее ну и соответственно посчитайте можно посчитать сколько человек за 279 часов 30 минут заработал подлет этих цен соответственно я не знаю сколько он получает 100 корон или 170 корон это он уж мне не сказал но вы можете посчитать когда вы по договору в самом начале когда будете документы и так далее договариваться с фирмой вам примерно сразу скажут сколько это будет стоить вам и как все здесь это все пробегает поэтому все желаю вам удачи в чехии если что звоните пишите на email постараюсь вам помочь всего хорошего счастлива удачи виктор 59 60 60 61 61 62 63 67 63 osure